Привет, дорогие друзья! Сегодня пятница, апрель, и сегодня вот выходной день в Чехии, и посмотрите, ничего не работает, всё закрыто. Единственное место, до которого я добралась, чтобы купить огурцы на салат, это Билла, магазин Билла. Ну, достаточно большой супермаркет или обход по-чешски. И посмотрите, в этом году никакого нет украшения на деревьях. Обычно здесь разноцветные яички развешивали, но в этом году ничего нет. В этом году у нас висит другое украшение, вот, на администрации города, слевидно, чешский флаг и украинский на роднице. Вот, вся Европа переживает и помогает людям, пострадавшим от этих событий. И, проходя по дорожке, я вот увидела здесь так украшено окно в магазине, проходя по улочкам. И, рассматривая витрины, я на одной витрине увидела вот такое украшение, разукрашенное Бенишов, город Бенишов. И символ Бенишова – пивовар Франтишко Фердинанда. А вот здесь на горе замок Конопищи, а там дальше еще Ямишти. Как интересно. Да, дальше продолжается. Вот смотрите, витрина, магазин. Ну, никто ничего не покупает особо. Чехи наряжаться не любят. Одна я только, как говорила Елена Воробей, одна я нормальная. Так что одна я нормальная. Ха-ха-ха. Чью себе постоянно и наряжаюсь. Но это шутка. Вот. И посмотрим. Посмотрите, какая прекрасная улочка. И на горизонте виднеется символ бенишова тоже остатки от старинного костела но этот костер костел не пострадал не первую мировую войну его вторую мировую войну его разбили он сгорел еще в средневековье вот я к нему подошла поближе и посмотрите какой он огромный и величественный какая высота какая высота и какая красота ох смотрите видно что старые камни ну это это средневековье это архитектура средневековая а за этими обломками находится школа просто обед на школа вот эта школа прекрасная посмотрите какая красивая чистенькая но мне сегодня везет на улице никого нет я имею такой простор для съемок никто мне не мешает никто мне не подслушивает и вот она это это архитектура вот посмотрите какая огромная и здесь даже есть памятная табличка так далее ну читать не буду нет вот на этой же улице находится костел и это единственный костел в бенишове который действующий но я не знаю открыт он сейчас или нет попробую в него зайти так вот причем здесь открыто и не знаю здесь за железной дверью закрыта на замок в костюле никого нет ну хотя бы я вот вам сниму как здесь внутри через эту решеточку лишь двойная решетка здесь посмотрите как красиво я смогла не вот здесь есть лавочки сюда можно спокойно заходить сидеть можно без платка можно брюках здесь нет таких законов что женщине не разряжается без магазинке без платка вот перед костелом стоит такой крест ну и на таком кресте в пятницу распяли иисуса христа да да история печальная а такая архитектура прекрасная и вход на кладбище а понятно ну и конечно не планировала сюда заходить и я попала на кладбище ну что ж вот такая вот история так вот колокольня виднеется представляете детки детский садик в каком хорошем месте знаменательном и я по дорожке теперь пойду домой и что-нибудь вам еще поснимаю ну еще хочу вам заснять одно прекрасное зрелище у нас тут расцвела во дворе сакура это прекрасно это прекрасно а еще-то как на грех тесто я поставила пока по городу ходила ну поднимается вот пока я по городу ходила вам снимала ой задохнулась ну хорошо пусть поднимается дальше в принципе рецепт куличей я вам уже показывала в каком-то из видео давным-давно так что кому будет интересно могу ссылочку сделать кстати я не знаю как вы но я совсем не умею делать эту поливу или как ее на куличи я вот знаете что пока он горячий я на него ложу кусочек белого шоколада и вот немножечко он полежит и вот так у меня растает и я его вот так ножичком размазываю ну а потом этой вот этой вот присыпочкой вот этой присыпочкой присыпаю ну вот я вам сейчас покажу какие у меня получились куличи по просьбе по просьбе ярослава пеку ну ничего страшного наша пасха тоже в следующее воскресенье а по чешскому обычаю пекут вот такой мазанец нам его принес сосед дедушка я это не пекла а еще пекут такого баранка но я купила готовый потому что я его сама печь не умею и также зайчик символ великоноций а это у нас подсвечник потом сюда можно зажечь свечку он такой какой-то парафиновый и вот так прошла моя пятница кстати вот у меня допекается так это у меня пищал таймер допекалась следующая партия у меня моих куличиков и у них в пятницу есть такая примета что сегодня как Иисуса Христа раскорежовали распяли на кресте а сегодня нельзя землю копать стирать и копать землю то есть работа земельная и еще есть такая примета говорят что есть значит разверзается земля и выходят клады наверх как у них по-чешски говорят так что будьте внимательными может кому-то из земли клад выйдет сегодня вот так на этом значит мое видео пока заканчивается до следующих встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok